Ну что ж, доброе утро. Этот день вместе с вами встречаем мы, Степан Арефьев, Марина Гес. Да, митинг-концерт, посвященный Крымской весне, состоится, как только что было сказано, 18 числа в 12.00 на Кировке. Да, 4 года назад на Крымском полуострове прошел референдум, по результатам которого территория стала частью России. Свой выбор сделали жители полуострова, до этого приняв декларацию о независимости. Все было в нормах международного права, и вот 18 марта началась процедура воссоединения. Да, ну а в воскресенье на Кировке состоится праздничный концерт, посвященный годовщине присоединения Крыма в Россию. О том, как он будет проходить, и для чего это вообще нужно Челябинску, мы поговорим сегодня с нашими гостями. А в нашей студии заместитель председателя областного совета за возрождение Урала Юлия Капкова. Да, и также режиссер данного концерта-митинга «Крымская весна» Елена Кудрявцева. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот расскажите, четвертый раз будет проходить данный концерт. Люди приходят туда просто позитивно заряженные, радуются, поздравляют друг друга. С чем это связано? Откуда такой позитив в Челябинске? Ну, во-первых, Челябинск это неотъемлемая часть нашей Российской Федерации. И люди в Крыму, люди в Севастополе очень долго стремились к присоединению к нашей общей России. А Урал это вообще такой, можно сказать, опорный край державый. Поэтому мы радуемся вместе с крымчанами, с севастопольцами этому празднику. И очень многие собираются прийти на эту концертную программу, на этот митинг. А вот идеологический посыл, он в чем состоит? Ну, как уже вы сказали, 4 года назад у нас произошло историческое событие в Российской Федерации. К нам присоединился Крым и Севастополь. Этого события ждали миллионы людей. И это произошло 18 марта 2014 года. Благодаря волеизъявлению наших крымчан и севастопольцев. И сейчас самое главное, 18 марта эту дату не забыть. Именно поэтому каждый год традиционно уже проходят праздничные концерты и мероприятия. Для того, чтобы порадоваться за то, что Крым наш, мы вместе. Даже появилось народное название этого концерта. Крымская весна, мы вместе. Поэтому, конечно, да, нужно продолжать эту традицию, как 1 мая, 9 мая. Пусть это будет 18 марта ежегодно. Да, ну сколько, извините, да, приезжают люди из области, не только челябинцы приходят. Представлены практически все районы всегда, да? Да, районы всегда посещают наши мероприятия, ближайшие. Конечно, нужно будет продумать, чтобы у нас другие территории тоже могли участвовать в тех городах, которые рядом. Потому что это настоящее праздничное событие с большим энтузиазмом. Люди идут туда, радуются, празднуют. Это же не только концерт. Это полевая кухня, это семейный праздник, это шары. Все для детей. И мы, конечно, приглашаем на этот концерт людей с семьями. Потому что, давайте вспомним, 1 мая, 9 мая, когда мы в детстве приходили, это был патриотизм, дух патриотизма. Поэтому приходите, пожалуйста, с семьями 18 марта в 12.00 в центр Челябинска, на улицу Кирова около глав Панчтампа. Мы сделаем все, чтобы этот день был для вас праздничным. Ну что ж, Елена, давайте вернемся к концерту. Вы, как организатор этого концерта, это же действительно огромнейший концерт. Всего предугадать невозможно. Может быть, были какие-то интересные, необычные случаи? Потому что все-таки четвертый. Что-то, может быть, запомнилось во время репетиционного процесса? Ну, конечно, без казусов и без интересных случаев не обходится. Но в основном в концертной программе принимают достаточно профессиональные артисты, коллективы. Поэтому мы стараемся, чтобы это все было скрыто и завуалировано. А в принципе, это будет просто такое красивое, патриотическое, грандиозное событие. Старт дан. 14 марта прошел концерт с участием Владимира Владимировича Путина в Севастополе. Мы все видели эти счастливые лица крымчан и севастопольцев, которые снимали, аплодировали. Со слезами на глазах, это были слезы радости. Уже четвертый год так Россия воспринимает то, что случилось в 2014 году. Это замечательное событие. Ну и, конечно же, этот концерт-митинг, это патриотическое мероприятие. А без военного оркестра, да, как-то вот не 9 мая, да, но у нас как-то вот мы не представляем себе этого. Поэтому открывать будет концертную программу военный оркестр нашего филиала военно-научной академии, военно-научного центра, военно-воздушной академии военно-воздушных сил. Вот, это в простонародье училища штурманов, будут коллективы с главного управления МВД России по Челябинской области. Будут профессиональные коллективы. Лучшие коллективы города, как всегда, по-другому не бывает. А вот скажите вопрос, не подняй мне концерты, вы сами были в Крыму? Конечно. Да, конечно. Нравится? Я не был, честное слово. Прекрасно вообще. Я рекомендую съездить, потому что Крым это богатый полуостров, там есть пляжи и песчаные, и значит галька, поэтому можно выбрать, где отдыхать. Поэтому приглашаем, мы ездим туда практически ежегодно. Очень прекрасный отдых получается с семьей. Да, с детьми мы посещали исторические места, скажем так, еще с юного детства. Всегда туда ездим. Ласточкино гнездо, Севастополь наш, фортпост российский. Ну что ж, все в Крым, все хорошо, друзья. Ну мы приглашаем всех на митинг-концерт, который пройдет в воскресенье. Ну, большое спасибо. У нас в гостях были заместитель председателя областного совета за возрождение Урала Юлия Капкова. И режиссер концерта-митинга «Крымская весна» Елена Кудрявцева. Ну а вот чем этот день, сегодняшний день, 14 число, запомнился всей истории, 14, 16, то есть, да, запомнился всему миру, мы узнаем прямо сейчас из рубрики «День в истории».